Девчонки, Саша и Маша И провести с Вами 7 дней в уроках и в обсуждениях стратегий Вашего развития. Ну и интересно провести время с людьми, которые вовлечены в наши интересы, а мы в Ваши. И вот, таким образом, в мае, на майские праздники, допустим, со 2 по 9 или 8, ну в общем, 7 дней. И отбор будет именно такой, что кто из Вас покажет быстрый рост в течение этого полгода, разницу, я увижу разницу работ первых, которые Вы пришлёте, и последующих, ну или вообще ярких, заметных. И даже двух, наверное, мы оставим просто удачливых, да, как методом случайных чисел. 30 человек из Вас уже выставили свои работы, и девчонки сделают альбомы. Именные альбомы ВКонтакте. Поэтому даже если Вы пришлёте работы в Инстаграм, то всё равно они будут сделаны в именных альбомах ВКонтакте. И я буду смотреть, каждый месяц буду, может быть, отмечать, ну, скорее всего, буду отмечать то, на кого я обратил внимание. Вот, ну а Вы, в свою очередь, таким образом, интенсифицируете свою творческую активность, и она уже будет иметь какую-то цель, ну, кому эта цель интересна, такая. И, таким образом, Вы будете расти быстро, и нам будет с Вами в Мае весело, потому что это будет... Там большое помещение теннисное, с очень, ну, с прозрачным потолком, такое, а-ля оранжерея. Места там будет предостаточно, воздуха будет предостаточно. Места у нас в Переславле просто шикарные. Погуляете, посмотрите. Вместе погуляем. И по вечерам, вот, допустим, с 12 до 6 мы будем писать. Я буду писать, и Вы будете писать. А, и вечером уже с 8 будет неформальная часть. Ну, сколько она будет длиться, сколько... Кто сколько, грубо говоря, выдержит. Ну, понятно, что не до утра. Вот. Что я еще не сказал? Так, ну, в общем, все сказал, мы подождем. Может, какие-то вопросы будут? Да, может, Вы что-нибудь придумаете? А, все это будет бесплатно. Все это будет за мой счет. За Ваш счет, то, что Вы сейчас волей-неволей покупаете видео, ну, это не такой уж счет, и пишете, и демонстрируете свои работы. А за мой будет счет и мастер-классы, и вечерние посиделки с шашлыком, там, ну, и с остальным. Так, ну, спрашивают, какое-то определенное количество работ? Не меньше пяти. Так, чтобы все-таки, ну, была последовательная разница, заметная разница. Не значит, что Вы все подряд должны выставлять. Вы можете выставлять те работы, где Вы чувствуете, что Вы подросли. А, да, и нужно еще сказать, что каждую неделю, примерно, будут выходить премии эфиры, где Ты будешь комментировать... Разве, каждую неделю, по-моему, раз в месяц, нет? А, ну, или раз в месяц, где Ты будешь комментировать тех, у кого заметен рост. Ну, то есть, те, кто выкладывает свои работы. Ну, да, 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 но это раз в месяц, потому что иначе это будет слишком часто. Вот, ну, собственно, я все сказал, теперь что-нибудь скажите Вы. И вообще, понравилась ли Вам эта идея? А Вы не выезжаете в Москву и СПБ только перед с Вами выборки? Вы знаете, вот с этим карантином, что они сейчас затеют? Будут нас душить, не будут? Я не знаю, поэтому выбираться, это ж мне, чтобы выбраться в Москву, это ж надо со всей этой базой, которая была для очных уроков. Поэтому, ну, пока нет, смотрим дальше. Панику нагнетают, ну, что делать. Я ж с удовольствием, но никак. Важен ли формат холста при участии? Нет, конечно. Ты ж еще ногу намочила. Где ночевать? Гостиницы у Вас есть? А, у нас, у нас, Вы будете останавливаться у нас, в доме, прямо в доме. У нас красивый двор, вот там фотографии есть в ВКонтакте, и в Инстаграме тоже есть, да? Да, у нас есть отдельно. В Сахарофэмили. Да, в Сахарофэмили, это такая группа, да? Вот, так что... Ну, скоро мы еще выложим видео, где ты расскажешь подробно об этом проекте, проекте, и покажем, и дом, и переславль. И переславль. Здравствуйте, на какую тему, и какой размер холста? Вот, кстати, будете умницами, если последуете моему совету, и будете писать однородные темы. И мне будет виднее то, что Вы пишете, и как оно у Вас складывается, и Вам будет полезнее, потому что это лучше для Вашего роста. Однородные задачи, ну, скажем, вот осенние пейзажи, это однородные задачи. Морские пейзажи, однородные задачи. Портреты, однородные задачи. Спрашивают, как попасть в такую группу, скидывать свои фото, картин с мастер-классов Игоря либо сюда, в сообщении в Директ, либо ВКонтакте. И мы их выложим уже по альбому. Это ты уже комментируешь? Да, ну, я просто. Так, пишу, что отличная идея. А сколько стоит мастер-класс, если к Вам приехать? Ну, сейчас у нас есть либо формат индивидуальных занятий, которые очень дорого. Ну, есть люди, у которых денег куры не клюют, они приезжают. А в основном, конечно, дорого. И есть формат малых групп, скажем, 3-4 человека. Ну, давайте я сейчас не буду Вам портить настроение этими цифрами. Поэтому, кто хочет узнать, звоните Саше, Маше. Так, а где можно выкладывать свои работы для просмотра? Опять же таки, скидываю сообщение в Директ. Это в Инстаграме. А ВКонтакте все очень просто. С Сахаров Фэмилии там будут Ваши альбомы. У каждого будет из Вас свой альбом, и я буду вынятно видеть. Боюсь, что качество фото может подвести. Нет, я же вижу. Знаете, какие у меня плохие фото получаются? Вроде и картина хорошая, сфотографировали ужас. Мы никак не доберемся до хорошей техники. Но я Вам скажу, что я же вижу сквозь фотоаппарат. А если будет получаться одна работа вместе, это не мама? Я же сказал, не меньше пяти. Итак, Вы помните, пять будет человек, которых я обратил внимание, и два просто удачи. Ну, просто поскольку это всегда хорошо, что есть в жизни удача. Так много поднастичных вопросов. Какой критерий отбора? Я уже проговорил. Критерий будет Ваш заметный рост. Ну, и количество тоже качество. То есть, если Вы пишете много, то это будет рассматриваться мной как способность к быстрому росту. Потому что, когда человек мало работает, ну, конечно, в него и вкладывать не очень рентабельно. У Вас в ВКонтакте три аккаунта, все Ваши. Нет только один аккаунт, Игорь. А настоящий мы сделаем ссылку. Ну, вот Сахара Фэмли. Дело в том, что всюду есть пираты. И это уже оговорено 300 раз, что пиратские сайты, пиратские группы, много всего пиратского. Поэтому, ну, вот на мне они висят как гроздьями. Ну, и что делать? Вот. Поэтому мы выставим здесь историю, где можно будет перейти по ссылке на официальный. Как подружиться с мастихином, но никак не поддается ему рука? Ну, это не совсем по теме. Мы будем дружить здесь. Обратите на себя внимание и потренирую Вашу руку. А сразу четыре выставить можно или должна быть периодичность? Нет, Вы можете выставить четыре. Я же говорю, что количество – это тоже качество. Потому что если Вы работающий, активно работающий, обучаемый, там, ученик или уже молодой, так сказать, художник, то это будет рассматриваться как качество. Ну, вот опять спрашивают, пять картин в месяц надо или за полгода? Хотя бы пять. Просто речь идет о том, чтобы хотя бы пять. Есть люди, которые работают мало, но очень быстро растут. То есть каждая новая работа становится интеллектуальным прорывом, ну, и техническим. Это есть такие. Поэтому я и таких тоже рассматриваю. Спрашиваю про мастер-классы в Москве. Будут ли они? Уже много было вопросов. Ну, про Москву я уже сказал, что Москва, пока все это творится, я не могу рисковать, потому что это все экономически затратно. Завтра я привезу всю эту базу, так сказать, для обучения, и нас полностью закроют и все. Спросили про индивидуальные занятия в Москве. Можете узнать по телефону, указанному в описании, да? Угу. А как получится 5 картин в месяц на одну тему? Будет ли столько видео на одну тему? Почему в месяц? У вас время аж до мая. В мае, на майские праздники, допустим, со 2 по 9 будут проходить эти мои занятия. Вы приедете. Кто не сможет приехать, ну, вот скажем, ну, не может он в мае. Я его выбрал, он не может. Он, конечно, будет заменен на того, кто сможет. Ну, я думаю, еще потом повторим в течение лета. Второй вопрос. Будет ли столько видео на одну тему? Так как у тебя более 150, наверное, видео. А, ну, конечно, у меня полно видео. Периодически мы выставляем и подборки, в которых собраны как раз-таки по тематикам видеоуроки. Собственное творчество можно, или только ваше видеоуроки? Только по моим видео. То есть, ну, в этом и есть, так сказать, причина этого проекта, потому что, если человек выбрал меня как учителя, то и мне он тоже интересен. Так, спрашивают про мастер-классы в СПД. Нет, до Питера уж я, скорее всего, не доеду уже, наверное, никогда. Ну, с уроками. Тут в Москве предостаточно. А осенний марафон сколько работ? Конкурс «Золото осень»? Сколько вы ставите? Столько? Там же схема простая. Одну куплю, две, так сказать, награжу с своими бесплатными там видео. Одну куплю. Можно вам присылать работу для вашей оценки вне конкурса? Ну, вы хитренький. У меня же времени не так много. Я иногда отвечаю в личных сообщениях, когда человек присылает, допустим, много работ, я общую оценку им проговариваю. А некоторые умудряются, чихнул на холст, отправил мне, я уже на второй пчих говорю, больше так не делаю. Ну, много пожеланий. Ну, я так понял, что тема исчерпана сегодня, да? А, последний вопрос про осенний конкурс. А вам понравилась уже работа хоть одна из конкурсов? Конечно. Ой, там очень хорошая работа есть. Вот. Так, ну тогда можем уже завершать. Да, ну тогда прощаюсь сегодня. Принимайте участие в новом проекте.